Массовое отравление в детском саду Екатеринбурга. С расстройством желудка слегли 18 малышей. Тошно им стало после обеда. Но чем именно отравились, пока непонятно. Воспитатели утверждают, что в столовой ребята заразу подхватить не могли. Ведь в Ден-Х учреждение проверял Роспотребнадзор. Подробнее Ирина Шудько. А что давали сегодня? Сегодня давали какую-то ненормальную. Что у ребенка на обед для Евгении теперь главный вопрос. По словам мамы, половина группы, куда ходит ее дочка, недавно слегла с расстройством желудка. Привкус того дня маленькая Полина помнит до сих пор. А тебе плохо когда стало? Или тебе хорошо весь день было? А сколько у меня было плохо? Когда? Когда нас хвамили сосисками. Весь вечер, вспоминает Евгения, Полина была сама не своя. Не играла, отказывалась от еды. Мама списывала все на перемену погоды, пока дочке не стало совсем плохо. Ребенок у меня пришел в садик овялый, от еды напрочь отказался. Где-то около 12 часов она очень сильно заревела. Я ее положила к себе в кровать, погладила, думаю, успокойно, у меня ничего не получилось. Она начала еще сильнее реветь, и потом у нее была рвота. Полегчало ребенку только на утро. Мама бросила клич остальным родителям, и оказалось, что бессонной ночь выдалась еще у 17 малышей. Сын Любови четыре дня не мог есть. В его недомогании женщина винит полдник. У меня меню есть, очень интересно, что давали ряженку и чай с лимоном. Это как бы, в принципе, несовместимая эта вещь. В смысле, в один прием пищи? Да, полдник. Яблоко, булочка, сдобная сосиска молочная. И как бы многие говорят, что сосиски именно были в рвоте там и еще что-то. Однако в садике настаивают, теми же продуктами в тот день кормили почти три сотни детей. А плохо стало лишь нескольким малышам из одной группы. Заведующая не признает и сам факт отравления, ведь их пищеблок в заполученный день на отлично прошел все надзорные проверки. Случаи относительно заболевания острой кишечной инфекцией не подтверждены. Территориальный отдел Роспотребнадзора приходил к нам 27 апреля. Никаких, скажем так, распоряжений ни о закрытии, ни о нарушениях, по крайней мере, в наш адрес пока не поступало. Но родители настаивают, чтобы детскую столовую еще раз проверили от и до. Они уже написали заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор. Ответа пока не было. Ирина Шуцко, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин